всем всем здравствуйте меня зовут татьяна и я рада приветствовать всех кто заглянул сегодня ко мне в гости закончился еще один осенний месяц октябрь и я хочу сегодня подвести итоги рукодельные итоге а также расскажу вам и покажу в конце какую пряжу я купила и для чего это небольшие покупки в оффлайн магазине то есть где открытой продажи не интернет магазин не нужно было купить небольшие вещи но небольшие так скажем предметы фурнитура но те кто понимает что это такое пройти мимо какой-то пряжи просто невозможно ну что ж давайте с вами начнем по порядку по порядку так как у меня вязали с моей изделия значит самым первым в октябре у меня связался джемпер поперечным вязанием мастер-класс есть на моем канале подробный как я вязала также мастер-класс на узор ну и я так вкратце скажу что этот джемпер связан из бобинной пряжи здесь в составе как заявлял продавец 50 процентов шерсть 50 процентов акрил но когда мастер-класс нет по этой кофточке вышел по детской здесь я взяла в 5 нитей свой джемпер вязала 4 нить вот пряжа отличается хотя по составу она была вся одинаковая но пришла она ко мне без каких-либо опознавательных наклеечек то есть пустые были конус поэтому что есть то я говорю значит здесь 1400 метров 100 грамм я вязал 4 сложения он получился такой тоненький джемпер очек но он очень приятный приятный конечно здесь данный джемпер именно вот то что цвет такой красивый он берет еще и цветом то есть но очень красиво смотрится привлекает взгляды люди обращают внимание и именно смотрят как связано данное изделие и так это первая моя вещь большая которая была связана в октябре следующий джемпер который я связала и которому было посвящено не одно видео мое это джемпер своеобразной горловины голубой джемпер своеобразной горловины мастер-класс также есть на моем канале я работала впервые с данным пряжей мне очень понравилось я этот джемпер сейчас очень активно ношу мне он очень нравится нравится как я выгляжу в него нравится тактильные ощущения очень он комфортный вот он очень тоненький легкий но в нем и не жарко и не холодно то есть вот сейчас мы прогуливались дочку на сегодня прекрасная погода совершенно не осенние солнышко светит и тепло я в курточку надевала очень комфортно вчера мы с ней тоже ездили на прогулку заходили в торговый центр а вот и не жарко выходят от торговых центрах жарко поэтому конечно вещь получилась базовая вещь на повседневную носку замечательно просто замечательно и мне очень нравится узор узор такой незатейливый но очень красиво смотрится и джемперочек получился очень мягкий поэтому конечно и пряжа тоже пряжи мне тоже очень понравилось интересная пряжа это второе крупное изделие для себя 3 это кардиганчик для дочки я связала это школьный кардиганчик потому что сейчас начнется прохладное время года у нас нет в школу кофточки у нас цвет одежды цвет форм серый поэтому я и связала такой вот серый кардиганчик он очень простой здесь просто есть несколько акцентов 1 это вот пайетки вот видно как они переливаются и дают такую вот игру и при искусственном свете очень они красиво смотрятся и при дневном свете и а рекламные линии которые тоже дают свою изюминку но и здесь планочка вот сама начало у кофточки на рукавах манжетики и внизу жемчужная вязка тоже так своеобразно дает свою изюминку простенькая вещь мастер-класс тоже есть на канале но я думаю что она будет тоже очень одной из любимых вещей моей дочке так далее я еще связала маленькие вещи аксессуары меня попросила моя подружка связать ей на голову повязку не было пряжа когда-то я и вязал уже повязку и гетро на меня просила на любительницы зеленых оттенков и по-моему это лизе лана gold fine которая пряжа я и вязала в две нити и вот этот у него точек начатый был оставался я гну давай свяжу вязала я в две нити это вот простая абсолютно мне не идут повязки я себе пробовал в прошлом году вязала вместе с митингами повязку но как-то не знаю мне не очень нравится пряжа оставалась я связала одну вот такую сейчас много таких повязочек вяжут а вторую которая вот так на на голове очень хорошо смотрится сейчас попробую все таки на день на себя так она будет смотреться таким образом и она тоже очень простая простые вот да такие линии вот связала все полностью в ноль пусть человек носит и радуется и мы сначала с ней банан говорит но хотелось бы конечно но что-то может быть в комплектом допустим но она тоже за рулем есть там допустим снот но у меня есть у меня ничего зеленого нет у меня есть но такие вот мятные оттенки я у меня есть черный я попробую но у меня черный слонимская пряжа и сюда и просто не пошло я попробовала гринит совершенно разная пряжа по даже вот тактильным ощущениям нет я как надо просто искать такой цвет что-то покупать и уже вязать снот тем более даже снот если в один оборот трубу и за дано все равно нужен минимум моток чтобы был и я еще связала следочки вот такие вот следочки очень простые но очень красиво смотрятся на ноге у меня тоже лежал моток пряжи мне давала моя свекровь она не работает в сельском магазине и у них висела это пряжа context наша отечественная это аргентинская 6 тоненькая еще нам не отдавала пышку там тоже стопроцентная шесть но там такая толстая пряжа я уже столько не пробовала из нее вязать что-то мне никак не нравится но то что надо израсходовать потому что из такой пряжи я точно ничего вязать не буду но сейчас начинается такая пора так скажем предновогодняя пора когда если у меня вот лично у меня если есть возможность своим близким подготовить подарки своими руками но в довесок чему-то покупном я с удовольствием это делаю по два года назад у меня такая возможность была я начинала заранее и я вязала кому-то носки кому-то следочки и подарочки тоже также добавляла это очень приятно потому что например моя мама очень любит тоже следки у них и зимой в отличие от нас топят очень плохо и она всегда с удовольствием хотя она у меня вяжет на ноги вот время сады я не понимаю как ты вяжешь слитки я и рассказывал даже самый простой способ но ей как-то почему-то приятнее если слитки свяжу и я а носки носки вот она держит ну и буквально два дня назад мне нужно было зайти но так как ситуация такова по всей стране по всей нашей стране россии что со следующей неделе все закрывается возможный у нас но я не знаю как с торговыми центрами будет поеду куплю мне нужны были глазки хочу повязать тигрят потому что год тигра у меня также достаточно много деток и я хотела повязать ну что-то вот в плане рыжиков всяких разных поехал я за глазками очень часто в прошлом году и как в прошлом году начала так активно игрушки вязать и вот глазки вот эти вот они пользуются очень большой популярностью большие глазки вот здесь видно рыженькая и у меня много заказывали единорогов и я единорогов вот какие глаза я не пробовала голубые ярко-голубые именно такие такого формата то что они есть еще выпуклые но вот эти лучше всех смотрятся и я еще купила рыженькие но у меня как бы есть два матка гималайи dolphin baby здесь я увидела новую пряжу малая это пряжа вельвет такая вот пряжа здесь 120 метров в принципе она ну вот похоже если на файл гималая dolphin baby fine здесь по составу все то же самое стопроцентный микрополиэстер но в отличие от гималайи dolphin baby здесь вообще нет никаких картинок до что из этой пряжи вяжется вообще никаких даже схем и я решила думаю и возьму еще попробую вот таких они будут скорее всего поменьше даже если я возьму одну схему то скорее всего они будут просто меньшего размера ну ничего страшного я думаю взяла два моточка на пробу и мне нужны были еще черные нитки но вот черных ниток как раз такое не оказалось и вот тогда она продавец продавец мне предложила взять гималайи dolphin fine черные но это для полосочек я так планирую что для полосочек вот похоже велюр похоже на это не так сильно закручивается взяла моточек не гри хватит еще я хочу попробовать повязать прям совсем маленьких брелочки эти грядки брелочки и тут мне на глаза и причем у них почему-то вот эта пряжа газал baby cotton 25 я baby cotton я вязала очень много вот 25 граммовых мотков я вообще еще не видела ну у себя у меня не было 25 граммов мотков я не заказ здесь состава 50 процентов акрил 50 процентов хлопок и у них вот такой ярко-оранжевый был цвет прям апельсин и бледно-оранжевый я взяла 3 ма . я придается потому что у меня есть газал baby cotton серый и у меня и серый белый и розовый если вдруг я надумаю что у меня будет тигренок там в платьишке или мальчика я буду делать брелочек то я не есть что добавить такие моточки взяла ну и еще я взяла два вот таких вот мотка это петельная пряжа она мультиколоровая ну то есть здесь не один цвет да для чего я взяла эту пряжу у меня там где я вижу в большой комнате диванные подушки у меня плед ворсистый молочного цвета а подушки у меня фиолетового цвета они тоже ворсистые но мне хочется на смену этим подушкам связать новые наволочки и и цвет у меня там вот такой вот вот похоже вот на это ну камера немножко приглушает цвет показывает его бледнее чем есть вот он такой фиолетовый там не было было либо очень очень яркие либо вообще вот бледный вот такой вот блед бледнючий я не хочу бледный посмотрел и думаю попробую я вот связать такую вот наволочку взяла один вот такой моток и один с серым тут белый серый и фиолетовый сиреневый не фиолетовый а сиреневый но он поярче здесь на камеру прям показывает очень бледно я хочу связать тоже ворсистые узор ежик обновить себе наволочки у меня есть еще на банкетке там поменьше подушки если вдруг останется то я и туда обновлю у меня все маленькие подушки связанные наволочки из кавказской пряжи стального цвета но не стальное там цвет джемчуг и такой цвет по-моему называл нет цвета лава колокольчик 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 две наволочки связаны вот это в ближайшее время я хочу сделать потому что в принципе вот эти вот наволочки они очень быстро вяжутся и и сейчас ближайшая неделя выходных у всех меня тоже недели выходных и я конечно планирую активно повязать хочу я с понедельника скорее всего начать процесс потому что меня ушли два процесса у меня ушло и еще у меня есть два больших процессов и два кардигана один крючком один спицы я их тоже продвигаю сейчас и хочу как бы начать новый процесс у меня уже есть планы первое конечно первом месте это мое платье будут вязаны я уже все придумала и узоры и как и что буду вязать осталось только начать вот хочу попробовать может быть опять снять в лог процессе не знаете мне понравилось почему я тоже уже говорила об этом дело в том что с открытием канала получается так что есть моменты которые нужно отснять поэтому вещь приходится откладывать и бывает так что но невозможно вот сейчас и минуту пойти и что-то отснять это может пролежать до выходных потому что если я работаю то вечером то есть при искусственном освещении мне не всегда хочется это делать хотя все равно сейчас такое время года и темнеет все равно приходится подсвечивать но тем не менее когда придешь уставшие снимать очень тяжело поэтому что-то нужно вязать простаивать не хочется и когда есть процесса до выбрать из чего повязать мне это очень понравилось ну и какая-то ответственность появляется то есть раз у меня это есть я должна это связать это не может лежать поэтому все вам буду показывать и дальше прощаюсь с вами совсем ненадолго до новых встреч пока 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 пока